Борис Константинович Аксененко живёт в этих местах давно. И сколько помнит, приходилось добираться до остановки на Москву по такой дороге. Пройти к остановке нельзя. Грязь. Вот я в сапогах всегда хожу. Всегда в сапогах. Потому что после дождя вообще люди ходят прям по асфальту, по дороге ходят. И очень опасно. Вы сами видите, вот сколько машин ходит здесь. Опасно выходить на дорогу. Около года назад рядом с остановкой поставили киоск. В сапогах торгуют напитками и едой. Теперь все, кто хочет подкрепиться, останавливаются либо перед остановкой, загораживая подъезд автобусом, либо прямо на остановке. Остановить здесь же автобусная остановка. Остановиться нельзя? Голодные, покушать хотят. Благодаря таким нарушителям автобусы проезжают зачастую мимо остановки, просто не замечая за стоящими авто людей. Проблему, по мнению жителей, можно было бы решить, причём убив сразу двух зайцев. Я думаю, что лучше там ниже поставить. Там же основной народ там идёт. Здесь сейчас остановка не нужна. Об этом мечтают все жители Опаринок. Ведь в деревне ни много, ни мало сотни домов. Да и пример положительный имеется. Остановку на противоположной стороне перенесли поближе к жилому сектору. Но многие на работу ездят в Москву. Соответственно, преодолевают сотню метров грязи. Проблем добавляет автомойка, возле которой лужи не просыхают никогда. Постоянно сыро. Постоянно сыро здесь. Постоянно грязь. Вот всё видно. В чём причина? Ну, в чём причина? Видимо, здесь моют машины. Подъезжают, моют. И с мойки часто вода бежит. Пена какая-то бежит. Мыльная с мойки. И вот это всё сюда, где мы ходим. Вместе с Борисом Константиновичем мы прошли от остановки до того места, где люди хотели бы, чтобы остановка была. Место действительно удобное. Есть возможность сделать заездной карман, установить остановочный павильон и решить наболевшую проблему. Татьяна Брылова, Евгений Петров, Екатерина Чернышёва. Видное ТВ. Видное ТВ.